Смотрите, какой этот перекан прикольный. Он весь розовый и у него большой рот. Шестилетний Рома обожает наблюдать за пернатыми. Правда, хищников доводилось рассматривать лишь на картинках. Сегодня мальчик вживую увидел краснокнижных птиц. Больше всего эмоций вызвала встреча с орланом-белохвостом. О своем любимце Рома готов говорить часами. Получил свое название за красивый цвет хвостовых перьев. А еще это самый настоящий природный санитар, ведь его добычей чаще всего становятся заболевшие животные. Познакомить дошколят с редкими обитателями зоопарка решили в детском саду с символичным названием «Фламинго». Вместе с воспитателями дети изучали информацию о редких видах, а к Международному дню пернатых организовали познавательную экскурсию. Мне кажется, что это очень актуально, потому что на самом деле сейчас ребята все меньше и меньше видят птиц в окружающем мире. В основном мы их изучаем по картинкам. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы наше подрастающее поколение поддержало идею сохранения птиц на нашей планете. Сейчас в зоопарке живут около 90 пернатых. Здесь можно увидеть и пеликана, и могильника, и неясыть из фильмов про Гарри Поттера. Юным орнитологам рассказали, как краснокнижные обитатели зоопарка попадают в неволю. Кто-то получил травму при столкновении с линиями электропередач, другие попали под колеса машин. Но почти в 100% случаев в гибели птиц виноват человек. Либо крыло насквозь прострелено, либо там дробь остается, либо еще что-то. У нас люди, которые ружьями обладают, они любят стрелять во все подряд. Неважно, при чем, нужно это им или не нужно. Ну, летит орел, надо его стрельнуть срочно. Несмотря на внушительные штрафы и даже сроки за отстрел, краснокнижные пернатые в России по-прежнему под угрозой. Нередки случаи, когда люди умудряются вредить животным даже при посещении зоопарка. Поэтому зоологи считают, что воспитывать бережное отношение к животным нужно с детства. Пишите заявление в полицию, например, на это. И все, полиция начинает друг дружку кидать, кидать, потом скатывается до участкового, которому это ничего не надо. Дети подрастут, начнут заниматься этой охраной природы. Может, у нас что-то по-другому будет. В конце экскурсии дети подарили свои рисунки сотрудникам зоопарка и пообещали в следующем году обязательно навестить новых пернатых друзей. Птицы так прекрасны, ты береги их, не губи напрасно!